ну кто первый первый хеопс хеопс studio да продолжаем прохождение путешествие на луну сегодня наш обрушать и грызть да сегодня будем шебуршать и грызть общаться с инопланетянами на их родном языке ну и собственно изучать родной язык производству люмана занимается тем у нас есть желать свою буржуйскую еду у нас на фоне санкций как бы не православно то что ты жрешь жуткие магазины зато воду сколько ты хочешь я вообще не помню закончилась кончилось и тем что мы встретились вот с этими вот чувачками и поставили себе глобальную задачу свалить отсюда на починить механизм который отправлял снаряды с луны на землю ну и соответственно свой снаряд затащить туда и полететь обратно но для этого нужно много-много разных задач выполнить во первых научиться письменности нет я прохожу прямо вот как рассказываю ты сейчас мы угадываем символы что какое значит но поскольку это уже несколько раз за сегодня делал то а подожди стоя если не из первого то на начало откатывают не он просто засчитывает верный ответ и неверный дает попробовать еще раз игра достаточно либеральный а вот да насчет понимания устной речи преподаватель гармонии да это просто жизнь для моего не на тренированного слуха часто оценишь да то есть справа мы имеем символы если вам нужно подобрать соответствующую пару на ему то есть идентичные звуки звуки а-ля орган все эти тональности у меня очень плохо на слуху да ну фигня же ну поверь я это сделал далеко не с первого раза и ты смотришь здесь не первую попытку точнее в данном случае то я ничего не вырезал это именно первая попытка была но до этого вот когда у меня игра крышнулась я раза три это делал вот этому ты проиграл бы не забыл уже поясню в данном случае не обязательно все с первого раза угадывать вот как я сейчас но это здорово сэкономит время потому что видишь вот эти четыре колбочки внизу да они соответственно означают уровень знания языка то есть если ты сколько-то раз зафейлил тебе дают не максимальный уровень а уже поменьше это предохранители ну да предохранители когда загорается условно говоря значит если все четыре загорелись значит и нет ты молодчик все все окей и соответственно это можно сделать только если с первого раза все правильно сделать ну и чтобы соответственно не повторять эту задачку по несколько раз я решил прямо вот сразу с первого раза сделать так знаешь я решил с первого раза все сделать но молодец как бы чтобы не утомлять своих 10 подписчиков не 10 а уже 40 можно сказать да давай короче все шутки про подписчика выдавать в начале потому что до конца мало кто досматривает ну только ты если да я досматриваю до конца ну и волею судеб моя невеста тоже досматривает до конца издеваешься на доли да кстати да мы подали заявление все эти об этом знает youtube а вообще какого числа на 100 ноября в 2040 то есть ты на концерт суперимся со мной не поедешь не почему я оле сказал что я еду в четверг на концерт суплемаси в пятницу его смотрю и в субботу утром приезжаем ты уверен в этом она не оценила но кстати вполне возможно посмотри просто я такой троллинг то конечно очень тонкий и я оценил бы там во сколько поезд обратный ну слушай в прошлый раз мы как-то со скрипом но успевали на него то есть мы могли бы на него успеть если бы не остались там бухать ну да ну я буду я не просто бухать я в облил квартиру твоему другу я помню ну слушай ты не его комнату облил так что нечестно чтобы дверь и этоrop Douglas ты не существует home играть в одной из тех пор дешевле занимаетесь bream возьмите jogами желаем курсе его будет я собираюсь ребенка я Ну блин, у тебя три осталось с кнопкой. Я боюсь ошибиться, понимаешь? Одна ошибка и все, придется начинать заново. А знаешь, когда их 16 штук как-то... Не, ну последнюю ты бодрю сделал. Ну как бы... Оп, цена ошибок, трудно. Ты только что с ним пи***л на каком-то языке. Запикаешь. Я пи***л с ним на своем языке. Он общался с помощью вот этой трубки, которая справа. Но теперь он подумал, что раз уж я знаю его язык, он может надо мной стебаться и начать говорить на своем языке. Который звучит просто как будто кто-то играет на органе. Ты заработаешь от чьей уровня умственного развития. Да, то есть видишь, уже 4 штучки загорелось. Все окей. Отжарил по максимуму. А, то есть, грубо, если ты не на все, то можно потом заново пройти, да? Нужно. Потому что это повышает счетчик очков, вот слева, да? И, соответственно, от зависимости от количества очков тебе дают соответствующий уровень доступа. Ачивки, ачивки, ачивки. Не-не-не, это нужно для прохождения. То есть, это внутриигровая ачивка. Тут вообще достаточно силен такой товарно-денежный элемент, скажем так. То есть, тут очки выполняют роль, так сказать, счетчика прогресса. И есть еще денежные единицы, которые тоже пригодятся. Ну, в общем, сейчас все увидишь. Не, ну, судя по истории, денежные единицы, здесь должен быть доллар. Только мудрых, которые смогут ими воспользоваться. Но американцы были первые, но они... Чувак, это начало 20-го века, если не конец 19-го вещи. Как бы, троллинг-то засчитан, конечно. Почему троллинг-то? Ну, не знаю, что там. Троллинг патриотов. У нас, по-моему, есть патриотов, подписчиков, ватники. Я. Я сейчас хочу, что я загубенят на полчаса от теста IQ. Не, это и был тест IQ. Вот это вот... Преподаватель гармонии. Кстати, на счет теста IQ тут будет абсолютно идиотская, логическая задача, от которой я ржал просто как коня. Это, видимо, даже на записи видно, когда курсор тряс. С помощью которого ты сможешь приобрести самые разные предметы по разумной цене. Тут у нас реально... Бери ствол сразу же. Реальный RPG у нас тут. Ну, ствола... Нет, у меня же есть, кстати, погнутый ствол. По-моему, сейчас он сломан, а бери и целый ствол. Нет, землянин, об этом позабочусь я. Как-нибудь в другой игре, ладно. Если хочешь сказать предмет, покажи его мне. Я ценю его. Я тут было чуть-чуть не дернулся после Team Fortress к CS Global Offensive. Ну, докатился. Но она решила, что нет. Не хочу. Ясно, все с тобой. Кстати, самая дорогая вещь в Steam'е на продажу, это, собственно, ствол из CS'а. Да господи! Всем насрать! Нет, не всем. Кроме задротов из CS. Кроме задротов, нет. Тут ты морзянку решил улучшить. Это не морзянка, а числовая система. Ее сейчас тоже предстоит расшифровать. И вот это была, пожалуй, самая сложная задача, после которой у меня и крэшнулась игра. Ну, я это объясню еще. Да, кстати, оцени систему товарно-денежных отношений. Купить можно в общем автомате, да? Но продать можно только этому барыге. Причем он цену будет называть такую, какую хочет. И причем только на своем языке. То есть, если ты не знаешь этого языка и решишь загнать ему вещь, то он тебе скажет что угодно. Можешь соглашаться, может нет. Да. Но почему ты вдруг перешел с моего языка на твой? В соответствии с торговыми ритуалами, что нам может быть названа или обговоряна, что он сказал на благородном языке селенитов. Если бы я говорил на вулькарном языке землян, сделка была бы недействительной. А что если одна из сторон не понимает языка селенитов? В таком случае она должна доверять другой стороне. Так происходит всегда, ибо невежественный должен доверять решению мудреца. Видишь, как он разрулил все проблемы со своей логикой. Ну, в общем, да. Основное то, что следует запомнить, это чем больше предложения, тем меньше спрос соответственно. То есть, чем больше я ему загнал, тем он меньше цену за последующие предметы будет предлагать. Причем разница в разы. То есть, если первый предмет можно, скажем, за 50 этих монет продать, то следующий уже, скажем, за 5. То есть, так на порядок цены скидывает. А следующий? Копеек там нету? Слушай, не, по-моему, вот один вот этот лунарий или лунар, как он там правильно. Ты хочешь прорать этот предмет? Ну, в принципе, достаточно просто все это, потому что предметы легко добываются, то есть, нужно сгонять просто через полкарты набрать и вот это опять. На хер. Не, на самом деле, все просто. И тут есть один квестовый предмет в этом магазинчике, который я сперва проморгал, носился, думал, где же его достать, а потом, ба, да он же есть в магазине, можно купить. Да, чем они довольнее, тем у них высшая интонация из этих вот напивок. Гоблинов этих. На кругу продается все то же самое, что у тебя есть. Не все. Некоторых девайсов у меня нет. Вот, например, вот этой лопатки справа хреновины. Шестеренка мне, скорее всего, еще раз понадобится, ее негде больше взять. Вот там картины какие-то были, но, видимо, это такой метод троллинга, потому что на хрен мне могут пригодиться картины, я еще не понял. Ну, наверняка, таблички куда-нибудь вставлять. Не, я думаю, это просто смеху ради... ради несуществующего ачивмента. Да, в этой игре явно не хватает ачива. Ну да, че, 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 че в ней вот не хватает акида, че. Слышь, отцепь на забивку-то. Информация, которую ты ищешь, дракоцентно. О, понятно. Сколько ты хочешь. А пока Александр по своим делам, мы пока что раздумываем, что делать дальше. И в данном случае мы сперва пройдемся по остальным помещениям, которые мы разблокировали с помощью этого ключа, который мы добыли. Ну и потом, соответственно, начнем разгадывать систему чисел. Эта сволочь совершенно отказывается с нами сотрудничать. На всякий случай сохранимся, потому что и... В этот момент случился... Потому что очкожим сжим, как обычно. Конечно, потому что, блядь, потальный баг случается, и, знаешь, после этого как-то... Очечка действительно поджимает. Вот, ты проморгал момент, как эта сволочь мне дала платный бесполезный совет за 140 лунаров. Лунаров. О том, что система чисел у них... Как бы сложения, но на самом деле это было и так очевидно, если взглянуть на подсказку рядом с девайсом, который нужен для этой системы сложения. Их тут всего два. То есть вот этот, это более сложный девайс. Чего у тебя слева мигает голова муравья? Это муравей, этот жучок, который у меня был на одежде, который следил за мной с начала игры... Ну, с начала прибытия на луну. Он, как он выразился, привязался ко мне, и теперь хочет мне подсказывать все и всякие штуки. А почему бы и нет, я рад любой помощи. Ну, как бы... Жучок, у которого нездоровое влечение главного героя, это тоже, конечно, интересная фишка. Не-хо, не чертого француза. На. А то, что мы жуем микрофон, это нормально? Нет. Это будет звучать, как чавканье в микрофон. Некультурно. Очень грубо, Александр. Клево. Все ясно с тобой. Я понимаю его слова, но не могу ответить ему. Мои голосовые связки... Да, к сожалению. Это тоже проблема. Слушать мы можем, а участвовать в разговоре пока что нет. Но я должен... Операцию на... связку. Знаешь, есть решение попроще. Если заглянуть в моментайк, ты поймешь. Еда? Точнее, если ты вспомнишь. Ты кормил их или на плечи всякой гонок? Ты кормил примитивных селенитов, которые были зомби с растениями на плечах. Ну, помнишь, а-ля The Last of Us. Помню. С этими такой номер не прокатит. На самом деле, если бы ты помнил предыдущие части, а с чего бы тебе их помнить, потому что мы два месяца назад их проходили. Там... Вопрос, зачем тебе бегать от начала уровня, когда здесь все можно собрать? Я уже сказал, да, на самом деле можно и здесь собрать. Я не стал тебе спойлерить, что можно... Вообще в разных частях предметы повторяются. Кажется, я на кухне. То есть, не обязательно бегать. В самое начало можно где-нибудь по округе пошариться, и все найдешь. Похоже, этот рычаг контролирует распределение еды и питья. Так вот, если бы ты вспомнил предыдущие части, увидел бы, что... Мы были в гробнице, где были и люди, и селиниты, и добыли там сломанную флейту, которую нужно починить. И она позволит нам общаться с селинитами. Но чтобы ее починить, нужен клей. О чем я еще в прошлой части думал, думал, где его достать, но так и не раскурил. Повязки не способны воспроизводить гармоничные звуки языка селинитов. Свалить? Но я должен найти способ поговорить. Не совсем. Ну или в элементу тогда ты точно с ним не сможешь. Ну как в предыдущих частях? Чувак возмутился, что я трогаю его пищевую труп. А теперь это так называется? Нет, у них действительно пищевая трубка. Причем у них реально никаких манер вообще нет. В принципе, они стоят посредине разговора, начинают присасываться к этой пищевой трубке. Прямо посиди. Ну, вот закончили фразу, ты ждешь продолжения фразы, они так ом-ном-ном-ном-ном, и только потом уже, не торопясь, обстоятельно продолжают изъясняться. Правильно. Сволочи. Вот. Видишь это? Штуку, да? Кружочек, точка и полосочка. То есть, есть определенные правила сложения. Точка и полосочка это то, что прибавляется к двум фигурам вот верхнего ряда. То есть, принцип следующий. Пять точек равно одной полоске, если я правильно понял. Ну и соответственно, там сколько? Три или четыре полоски это будет квадрат. Это будет сейв? Нет, это вот замок на двери. То есть, я вот один, расшифровал. Ну там, правила сложения достаточно простое было. Ненадежно у них конструкция какая-то. Ну слушай, я долго проторчал. Это я уже знал просто системы. И там подсказки были к тому же. То есть, видимо, они чтобы сами не запаривались. я в камере сгорания косметики. то есть, именно отсюда мы будем запускать наш снаряд в сторону земли, то что мы... Когда мы сюда перетащим. Это запирает воспламеняющий механизм. ну пока что у нас нет ключа можно проверить игру на точность. Сюда смотри, у тебя есть ну приблизительно можно оценить диаметр этого дула. зная расстояние до земли посчитать размеры земли. На каком расстоянии земля будет смотреться диаметром сета дула. Ну ты понял, что я имею ввиду. Я понял, что ты походу упорот. То есть, тебе кажется разумной идеей приколоваться к игре, которая изначально началась с того, что ты в снаряде, который из пушки выстрелили с земли на луну. Ну это в конце концов 21 века, когда вышел. Играя, это ретро-фантастика, чувак. Тут правила реализма неприменимы. Тут жульверновский реализм, так что, как бы. Стимпанк. Жульверновский. Жульверпанк. Так вот, сейчас буду решать более сложную задачку. Здесь, ну, может, успел увидеть там. Была слева, точка, и справа две точки. Это некоторые запары вызвало у меня, потому что в голове достаточно тяжело уложить, ну вот на там тетрадочке расписывал, в принципе. Этот, к слову о фантастике, еще одного автора себе нашел, который почитаю. Нил Стивенсон. Знакомо. Лавина. 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 В чем эти личности это игра для детей? Каких детей? Тесно, какой рейтинг у этой игры? Так, Т1 для подростков. А че я тебя смущаю? что в ней инопланетные растения можно употреблять и забавные эффекты при этом. Ага. Нормально все. Не, ну сейчас-то, наверное, в тупорылы, это, конечно, было бы более жесткий рейтинг получил бы, наверное, 18+, не меньше. ну Геев нет, значит, на 18+, никак не тянет. Тут же есть наркотики, как же духовные скрепы? Это, как слышал, новости-то про интернет наш. То, что его надо отключать нахрен? Или то, что будет наш делать, который под названием Чеборошка? Который анально огорожен будет от внешнего. Это как в Светлана Китая, да? Да, cool story вообще. И в перспективе, а потом как вообще в Северной Колее? Ну, слушай, зачем нам интернет действительно? Заводы стоят, надо работать. Ну, пока я буду играть в Team Fortress 2. Будешь играть по локалке, как? Как старые добрые времена напрямую провода тянули. От компа к компу. Как это называлось соединение IPX или как там? И не помню. Я никогда не был в компьютерном клубе, поэтому не могу сказать. А это не в компьютерном клубе, мы как-то еще в пенинге даже, по-моему, сидели и собрали. Это 2 компа в Doom, что ли? Что такое? Нудные загадки. Да я их нудно решаю, просто загадки нормальные. Видишь, как бы... Я уже понял, что тебя смущает любая игра, в которой нужно... Ну, не нажимать на курок, да, а иногда еще и подумать. Не, ну почему? Вершиной моего прохождения. Что было-то? Ничего. XCOM на изи. Сибирь там нет. Не, 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 играть на нормале. Который с дополнением может легче парень. А знаешь, в Эйстленд есть сложность, последняя сложность называется полный зад... Прямо вот это. Я надеюсь, ты на ней начал проходить. Не, я начал на нормале, но понял, что действительно как-то легко у парней все получается до тех пор, пока... Я там собрал такую команду идиотов, короче. Значит, первый такой же полис, родом из шахт, у него там мамаша таракторы торговала в шахтах, у него хорошо подвешен язык. Второе, короче, здоровяк-задира, третье, вдова О'Нил, взял из тех, что вы готовы персонажа, и четвертое, пилс, короче, телка с... с пилюльками. Да, который пилюль с пилюльками она лечит всех. Так вот, пилс умудрилась вдову О'Нил просто вглубц расхреначить, так что-то прилегла со смертельным ранением. Погоди, листом персонажа убиваешь, что он все? Нет, там есть еще вот такой, как это называется, окно здоровья, там до минус 15 единиц в начале, что если отнимается больше минус 15, тогда уже все трупа. У меня было вот минус 6, то есть она где-то на 35 крит дала. И я такой охренительный доктор, вообще думаю, потом сама еще лечить, сама еще лечить пришлось. Вот, но в любом случае, думаю, поставить полный задрот, потому что это весело. игра веселая, доставляет, атмосфера квестов, просто накидали, на 20 минут играл, на 5 квестов накинули, просто с нуля. Понял, я ее покупать не могу. Да ты покупай, я лучше в финалочку пройду. Да, вот граждане, которые рубят в РПГ, говорю, всем, приобретайте смело, отличная игра, не пожалеете. Много бардака в интерфейсе, конечно, очень неряшливая иногда графика, но сюжет, атмосфера все на высоте. Здесь не хватает одной детали. Ну блин, я жахи, на чуванке. Cool story. Окей. Как скажешь. Вот, это хреновина, короче, что-то занимается то ли прессов, то ли каким-то лампочку. Ну в общем, мы варим мет, короче. Понятно. То есть этот девайс нам нужно собрать. Сломан просто в говнину. Нужно смазать, заменить ремень. И вот тут есть еще подсказки, что как делать. Нижняя картинка, много рабов плохо несут, патрон один раб хорошо несет. Да, то есть хороший раб, плохие рабы. Просто я так понимаю, что если наполнить это вещество, то что-то типа гелия, которое может легче, просто делает. Ну, логично, я говорю. Не, это просто хреново работает парни, не за ней даже жидкость, жидкость наоборот вливается в раба, и он может нести его на лицо, в этом направлении мыслишь. У тебя, видимо, твоя эпоха абстинентности подходит к концу, и ты скоро, видимо, наживешься, как раз на свадьбе, да? Нет. Будет резан, свадьбе буду минералочку, пить бокалы от шимпанца. Ты ее налей в бутылку водки, короче, видимо, чтобы все так думали, что ты уже пьяненький, здесь не хватает одной детали. То есть мысль о том, что он сейчас на Луне болтается с инопланетянами, его как бы не смущает, там просто не хватает какой-то детали. Мне кажется, он такой незадачливый парень вообще, он любит вот конкретикой заниматься, вот он чехнай чистый, да? То есть я как гуманитарь, я его не могу осилить, мне вообще хочется тут, как осилию, ну вот пойму задачу передо мной, что я, блин, на Луне, эту селенито, короче, вообще хрен пойми, что происходит, мне хочется просто все бросить и пойди там забиться в угол и жрать эти растения. А этот такой, ну тут бы детальку, там бы детальку, не запаривается, парень. Опять сохранялки. Сегодня много будет спецэффектов в записи. Ну, ты между звуковым? Пип, не, 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 но, но это просто спасибо всем знают, когда подойти. звуковое сопровождение. Ну и мое употребление МНДМС. Да, всем, кто любит сладости, МНДМС, я рекомендую. Это очень хорошие конфетки. Во-первых, добро пожаловать на планету Земля, а во-вторых, МНДМС, очень хорошие конфетки. Вот, то есть, как бы, ну, всем, кто любит МНДМС, я рекомендую МНДМС. Да, пока ты тут балаболишь. Ну, вы поняли, что я толсто патроллил твое предыдущее выступление. Да, 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 можешь посмотреть на подсказки, вместо того, что п***ть лишний раз, что справа там была формула, как сделать клей, а слева, как сделать смазку, то бишь, масло или жир, ну, в общем, то, чем смазывать. Ну, разумеется, ты всего этого не увидел, потому что ты был слишком занят самодовольностью и пустой микрофон. Да. Да. Вот так и проходит каждый наш воспплейник. Игры не мейнстримовые, поэтому не мейнстримовые игры. Мейнстримовые мы вообще отожгли, как могли, в Mortal Kombat. Смотри, кроме Mortal Kombat, у тебя нет ни одной игры на записи. Где бы знаешь, то, что нужно современным игрокам. У меня есть сингл с два, самая популярная в нашем видео. Что, он самым популярным уже стал? Да, тысяч пять лет вам было. То есть, интерактивное бритье лобка как бы уже нет. Ну, оно второе, по популярности, видимо. Ну, это говорит, как бы, о углевании контингента, который смотрит видосы на YouTube. О, что-то ожидал от YouTube, что у нас тут будет высоколобы интеллектуалы смотреть? Или, в конце концов, что-то ожидал от наших холлосплейников, что у нас есть потенциал, чтобы у нас высоколобы интеллектуалы смотрели? Да. Кстати говоря, и Mortal Kombat вообще или Камбат. Ну, непопулярный видос, непопулярный. Ай, 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 просто никто садится, а самый не, самый непопулярный видосы, это когда с прохождением твоего про луну. Но, сам, самая хорошая игра, и при этом, самая непопулярная. Да. Ну, сейчас лопату приладим на место, которая, как оказалось, какой-то вообще... Защиток. Да. Защита. Как поддувала в печке, знаешь, тебя? А-а-а... А-а-а-а... 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 А-а-а-а-а... А дальше кинза-дза, да? Ну, Ку... Это все, что ты знаешь, с кинза-дза? знающие цех с гвоздями и целоп и все эти копыта потому что не господин пожилая я два раза отличный фильм прошел и так а мультик мультик ой я начинал смотреть что-то как-то там у них у него есть все что вот у нас в этом постсоветском кино все беды как бы сейчас мы вытряхнем хлор из шара который мы туда предварительно набрали в прошлой части а валялся там в одном из уровне он продавался же мне не да он продавался запасными а так он валялся то есть в теории можно игру пройти даже не обыскивая все все купить тупо магазине в теории да набираешь этих ягод всевозможных продаешь ему по бросовым ценам ups и они очень мастер работать механизмы но в данном случае черный дым да это то что я неправильно закинул вещество не глядя почему черный дым это значит уже работает ну работает да это уже позитивные сдвиги как бы нам нужно еще и результаты берешь обойму этого я бы мы нарисована с патронами вещь фиолетовыми потом пилу и стакан жидкости вот жидкости нет поэтому я вообще хотел клей приготовить слюна у меня есть этого чувака помнишь они схаркнули ты на подбираешь все что не приколочено я любознательный сначала не сразу врубился уже тоже а если эти там баночку там чего-нибудь тоже подберешь если это будет нужно для выполнения моей задачи я уже лишь тоже молясь подзабыл как селекции заниматься то есть нужно в почву по отдельности а потом уже сращивать вот так я их только на сковородку если положить а это думаешь не дурью мать снимай селекции как мичурин в этой до монос морозка но стенка которая видео вы можете посмотреть на нашем канале блин а запомнить на какой минуте это сказал это будущее мне придется открывать их вручную но смогу я сделать это и не обжечь судя по звукам там что они то происходит падать жучок мне намекает наш фигню творишь парень жучок ландомно подсказки дает или жучок дает подсказки когда они уже нафиг не нужны ну дает ландомно или все-таки это по ходу дела все правильно когда так еще иногда что я в коммуналке сижу железным ломом наладить проблему не получилось русским способом не открывается клапан как этот а страна космонавт этот наш андропов в армагеддоне слушай до хрен с ним с андроповом армагеддоне наш космонавт андропов в армагеддоне такой не говори кино космонавт но реки но и кино великолепно более клюквенного принтер голову отключаешь получается великолепное кино до майкл обе любое кино голову отключаешь получается великолепный кино желательно еще и глаза и уши при этом выключить варенье парни первые трэш для ниггеров господи про него для ниггеров стек точнее над ниггерами смешной ну как бы и все ну скала основное я даже скала это майкл обе я говорю я считаю что он заслуга больше этого духе именно у хаймера до ссорки на которые диалоги писал ну и естественно шоу на коннери не помнишь шон коннери поддержал отделение шотландии только британия я даже не помню жив ли он еще вообще точнее если уже в чем делает нам он уже ничего не на пенсии понятно но я вообще как-то нет не в теме то что провалились же эти выборы более филе ну точнее ну как провалились блин чуть меньше пол страны проголосовали да чуть больше полстраны проголосовали нет интересное конечно решение ночью теперь еще года три подождут заново голосовать или начнется частом кипишку нездоровый да по-любому начнется кипиш но это лучше чем у нас выборы мэра например когда у нас является 30 процентов избирателей из них меньше 30 голосуют за мэра и он побеждает по итогу получается десятая часть населения города там голосуют демократия демократия вообще идеальная схема идеальное преступление мне нужно заткнуть отверстие в этой трубе так она сказала а потом прочистить трубы да тут я сообразил что здесь есть возможно пазл который я не решил а именно не поставил их нужны так сказать пол за этих человечков типа подсказки да какие конечности должны быть да 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 а чё ты ту ногу не загнул так потому что все правильно нога была правого чего-то капает водичка и и вчера я посмотрел галлипоттера кубок ну и не новости или нет для так себе не шедевр но нормально а ты кроненберг это вообще любишь уважаешь ну как раз кроненберга там другого очень мало странно чуть ну во всяком случае так правда на жестокость и даже его и порог на экспорт но то они как космополис это белый пушистый фильм послали с ними там только в концовке лишайте началась к на экзистенцию столкновения экзистенцию смотрел столкновение нет тогда еще джетлоу счет что-то мог играть видео видеодром там джеймс лук за счет нас играл вытаскивала себя видеокассеты из пузо джеймс лук вообще куда-то пропал докачиваем сериалах нибудь на озвучке грифинах периодически появляется пиолетов средняя школа джеймса лутсона а какая была роль в фильме вампиры вот бы вспомнить потому что я фильмом пирос гребли 10 наверно там еще болдуин играл кто играл болдуин алекто какой-то из них алекона я не помню уже это хрен с ними с болдуинами подожди 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 был клевый фильм с майклом джей фоксом назад в будущем и джеймсом вудсом и там еще был этот стивен лэнг который злодей полковник в аватаре 0 и он тут тоже играл злодея причем до абсолютно ну того какого-то и нового то ли то он чисто матью а кстати говоря на самом деле в аватаре то нифига я не злодеем патриот он реально патриот меня как ватника возмущает поведение джейка соли предатель человеческий раз хотя конечно на самом деле не но сколько там этих фото жопта была на пока хонтас кстати а пока хонтас да и сейчас я врубился в систему чисел увидел какая по итогу стоимость клея решил так сказать купить клея ну смысле использовать его для соответствующих нужд а чё ты не свалил его не свалил клей да зачем варить клей если можно его купить но блин челлендж какой-то хотя бы а так ты скатился к этой рпгшки то что немецкая у него не рпгшки а квеста немецком деле если не можешь решить загадку то ты просто выбираешь решение какой сильный вброс нифига себе александр но вообще говоря мне кажется это просто невозможно сделать без клей клея клей невозможно добыть без этой машины а машину невозможно починить без клея которые понадобятся для того чтобы по итогу запустить эту машину короче ты че так короче ловко 22 это не я че так это если че так то получается че так встроим саму игру чай вообще научусь общаться на смотри на девайс как он не наденется на губы сейчас ответу сделал что да 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 смотри теперь я буду общаться с ними на их языке но не с этим парнем конечно потому что он ублюдок а с остальными кстати да тебе понравится определенные интонации сейчас этих парней фамилия твоя ты такой гопануть что ли селени ты хочешь с флейт это чисто гопнистый инструмент тут будут кое-какие интонации я хочу просто что ты послушал и я думаю ты определишь откуда это это хаос пока хаос но пожарная приехала что-то там плохой я сказал по ходу да то есть когда они говорят что-то плохое интонации начинают подозрительно напоминать похоронный марш кто кстати написал похоронный марш шопен не тоже не помню или бранж а а а кстати когда играл бастион ты его запускал вообще нет а в этом видел на ютюбе то что нет я там просто к моментам все все твои деньги все все действия этого персонажа комментирует этот ну какой-то там тоже персонаж ящик надо скачек нет раскачек не до ужаса напомнил макса пэйна и причем и тональный ну кто каким голосом он это я снял палец крючка я все было был забавно если в русской озвучке нашли бы того же этого деда который озвучивал макс пэйна в первой части помнишь озвучку ты слышал озвучка 1с к там реально когда знаешь это подумал такой голос короче реально глубоко низкий севший басовитый труда генералы волги на особенности охоты даже 3 макс пэйна вообще на русский то переводили не знаем полу субтитры второй тоже был перевод перевод был но не помню тот ли голос был дай макс пэйна это же удаление у меня нет такой суммы он головы запросил на этого это итогом всего диалога они все за подсказки запас запрашивают лавы и сволочь еще не дает мне ничего в этой комнате захопать даже кислоты стырить для того чтобы он тебе дал нужно нужно подсыпать чё то что он пьет пургенчику ему типа школьный пранк такой не зачем снотворного достаточно ну или там кислоты чтобы она разъела его внутри я добрый парень может усиленитов вместо крови кислота как чужих кстати погона у них тоже соответствующий да то есть у него нулевки если он самый низший баран у этого но при этом он достаточно заносчивый считается умным чуваком и будет мне загадывать логические загадки но ты сейчас оценишь уровень этих логических загадок этот парень пасет вот тех растений видных селенитов чтобы они ночью все возвращались в стойло и не тупили а зачем они вообще эти расти невидные там гуляют чтобы их никто не кормит просто они кормятся растениями исключительно а если бы растение ну реально фашистское общество какое-то если бы растение их не симбиоз с растениями у них не было бы они бы сдохли с голоду но растения сажали мозг как-то так трагичная история происходит короче то есть условно говоря слабоумных кикнули из общества спарта в каких отношениях они находятся с растениями сейчас поем даже прежде чем ответить на этот вопрос да не он на самом деле знаешь чтобы так это ну их язык это чисто понты дешевые но чтобы говорить на нем это ему нужно гелия все всасывать не разошел просто автоматик к маске не прикладывать в этом перед каждым ответом он такой думается я помогу тебе если ты решишь задачи обрати внимание на задачи поехали окей да видит правителя но должен щелкнуть носовым священную стану челюсть должен щелкнуть носовым хрящом соответственно что если он видит священную челюсть он должен сделать должен щелкнуть хрящом теперь задаем другой вопрос условия те же самые что происходит если он щелкает хрящом не знаю наверное вставная челюсть есть перед ним третий вопрос он не щелкает хрящом да ты уже уловил да тему что этот чувак просто не очень умный и держит нас за еще более тупых слушай на самом деле на сегодняшний день там егэ примерно на том же уровне ну как бы да вы сдаёте егэ по какому предмету сдаете ли вы егэ знаешь там егэ или вы сдаете александр сергеевич пушкин написал сказку о царе салтане там ну и так далее название и внимание вопрос какую книжку написал александр этот пушкин ну и вариант ответа сказка о царе салтане написал ли александр сергеевич пушкин сказку о царе салтане да разумеется затрудняюсь ответить не знаю вот примерно уровень теста полетел даром нас тут игре топиков просто юмора у нас свеженький а подожди это была только первая часть вопрос да сейчас будет вторая часть там любопытный момент есть который меня подколка так вот когда верховный правитель моргает свои примеры передними амит амитиде 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 амида каждый из присутствующих должен зажигать лобные доли своего мозга соответственно что происходит если он моргает свои передними амитиде и и это мне кажется несколько тупо затянуть геймплей не мне кажется это какая-то шутка из монти пайтона не я поржался на самом деле чуваки реально уверен что для меня это такие сложные неразрешимые задачи что я прям так вот так вот прикол в том что там есть я щас неправильно ответил как как ты смог хотя в принципе то есть так так же почему вега 100 баллов там никто не есть вопросы на которые нужно ответить затрудняюсь ответить то ли косяк переводов или еще что-то и так и не понял просто где-то игорь не сдавал сдавался дега как-то не сдавал 2005 я набрал 76 баллов по русскому и 67 по математике она брал 69 по математике и 68 по нынешнему курсу мы с тобой где-то баллов на 200 где-то математику сдавал без всяких репетиторов и без вглубленного изучения так я вообще не знаю что сейчас так модно стало репетиторов очень не парился в принципе я уверен что мое сочинение никто не прочитал по причине плохого почерка например по русскому что аналогично там просто невозможно ничего прочитать и к тому же там наверно такое сочинение было что уржаться просто помню школе на одном из уроков а это мировая художественная культура у тебя это было не на юль на мать ольги на я ей они в дуя на литературе ответ дал мне сочинение набором мнения по стихотворению маяковского что-то я бахнул стихах ответ на стихотворение маяковского мне нам даже рифмы везде были я за как в этой комедии кого гайдая там или кого там эти операции это ну гайдая конечно вот за выдумку 5 задержание 2 с дайте а это тело вела это тетка прикольная да 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 она после нашего ухода нашего класса уволилась да да я помню ты мне рассказывал такую историю как вы с ней еще лодку бухали да растление малолетних у меня тогда взрослые были 11 класс ну все ясно теперь-то окей я уже понял тут тут опять же он прогоняет по неправильным ответом только что нужно дать затруднялись ответить потому что какой-то чуть ну вот лишь недолго это будешь с ним беседовать я с этим музыка как бога просто не музыка смысле язык на голову давит простите да он не дал охрененный совет ну ты короче снаряд который у тебя там застрял ты его столкни вниз там подкати поближе оселинит уже его принесут ага но правильно там жаробы были нарисованы театре могу мне объяснить поподробнее я не в настроении ломается ну ладно на этом мы пожалуй закончим и следующий раз все что да в следующий раз займемся гораздо более содержательными вещами это все на что-то был способен сегодня да это все что да это все что да и